Июль, пора уборочной страды, она в самом разгаре, а потому сразу после прилета Михаил Мясникович отправился на поля СПК Манькович. И следует отметить, скрупулезному анализу подвергся не только Столинский район, но и вся Брестская область. Поэтому чиновники и регионального, и республиканского уровня были готовы к ответу на все вопросы. 2013 год для агрария Брещена и всей страны оказался весьма неблагоприятным в плане выращивания зерновых. Затяжная весна, дождливое лето сделали свое неблаговидное дело. Зерна будет меньше, чем в прошлом году, об этом доложил премьер-министру глава региона Константин Сумар. Но потеря будет не столь ощутимой. Не урожай зерновых восполнит царица полей кукуруза. Прогнозы на ее урожайность весьма оптимистичны. Так же, как и оптимистична возможность сбора с полей двух урожаев в год. Михаил Мясникович особо отметил в этом плане работу отечественных селекционеров. Мы видим, что уже по целому ряду культур мы можем иметь два урожая в год. Поэтому вот и на поле видели, когда идет посадка крестоцветной, для того, чтобы... Фактически, вот по информации Брестского области полкома, ну, можно говорить о том, что Брестская область уже близко к тому, чтобы полтора урожая. То есть, ну, где-то 50% площадей фактически используется под сбор урожая два раза в год. На реконструируемой молочно-товарной ферме «Юнище» открытого акционерного общества «Теребежов Агро» главе правительства доложили о состоянии дел в животноводческой отрасли. Есть много плюсов в этом направлении на Брещене. Задания президента страны пока еще не все, но выполняются. Работу проводится по хозяйски качественно и рачительно. Яркий тому пример – Теребежов Агро. На модернизированных фермах растет поголовье скота, увеличиваются надои, реконструируемые. С наименьшими затратами они приносят ощутимые результаты. Было до прошлого года здесь четыре старых помещения, которые преобразились, видите, в этом соотношении, как новые. Сделан один сарай сухостоя, и на этой ферме находится 880 голов. На сегодняшний день прибавка к молоку составила 3 литра на корову, добавка. На сегодняшний день дайте эта ферма 17,8 литра на корову. В связи с реконструкцией производства молока составило за 6 месяцев 674 тонны, из них 95% экстра и высшим сортом. Но при всех положительных моментах, и это неоднократно подчеркивал Михаил Мясникович, при решении задачи в животноводческой отрасли Беларуси не хватает комплексного системного подхода. Не комплексный осуществляется подход. Вот строим великолепные фермы, в том числе с оборудованием, доильными залами и так далее. Но для этого надо еще, чтобы было и высокопродуктивное поголовье. Поэтому надо работать со стадом, с молочным стадом. И я хотел бы отметить значительные успехи Брестской области, в том, что они с молочным стадом работают достаточно хорошо. Ну, по крайней мере, лучше других в республике. Но вместе с тем очень большая пестрота. Очень большая пестрота. И то, что сегодня 27% хозяйств области работают с показателями ниже среднеобластных, это говорит об огромных резервах Брещины, которые должны, безусловно, быть востребованы. Здесь же, на Теребежу в Агроглаве правительства было доложено о выполнении поручения Александра Лукашенко по мелиорации Полесья. На сегодня в Брестской области осушено 700 тысяч гектаров земель. Согласно государственной программе, сохранение и использование мелиоративных земель на 2011-2015 годы в Брестской области должно быть реконструировано 92 тысячи. За предыдущие два года реконструировано 23 тысячи гектаров. Такой же объем запланирован и на текущий год. Этому вопросу, на взгляд Михаила Мясниковича, следует уделять большее внимание. Для этого нужны средства, которые выделятся в полном объеме. Объективно для Столинщины надо больше уделять внимание. И мы договорились и с область полкома, и с министерством финансов, как решить этот вопрос, уже начиная даже в этом году. Потому что традиционные подходы, которые у нас как-то мы привыкли по ним работать, видно, что здесь не дают должного эффекта. И в этом плане будут изысканы определенные средства. И главное, что необходимо совершенствовать технологию. Очень большие средства мы тратим на то, что достаточно часто возвращаемся к одному и тому же гектару миллиарированных земель из-за неудовлетворительной эксплуатации миллиарированного фонда. То есть текущая эксплуатация идет, как говорится, своим чередом, спустя рукава, каналы заиливаются, каналы зарастают кустарниковой и древесной растительностью, проходит 10-15 лет и надо фактически миллиарацию делать заново. Я сегодня задал вопрос. Вот о тех десятках тысяч гектаров, которые необходимо миллиарировать в ближайшие год-два. Сколько из этих гектар абсолютно новой миллиарации? Нет такого. То есть это уже повторная миллиарация ранее миллиарированных земель. Поэтому принято такое решение сегодня, и мы оформим соответствующим документам правительства, что землепользователь должен обеспечивать качественный уход за миллиаративными системами. Но, соглашаясь на выделение средств, глава правительства подчеркнул, что необходимо обратить внимание на повторную миллиарацию, которая проходит во многих регионах из-за недовлетворительной эксплуатации миллиаративного фонда. Каналы зарастают, все работы приходится делать заново. Расточительство и халатность налицо. Принято такое решение сегодня, и мы оформим соответствующим документам правительства, что землепользователь должен обеспечивать качественный уход за миллиаративными системами. Конечно, это будет учитываться и при оценке хозяйственной деятельности, и себестоимости производимой продукции. Очень много объектов миллиарации, в Тольском районе в частности, которые не до конца закончены. Допустим, ограждающие дамбы, полдерные системы, где надо немного дать денег для того, чтобы закончить, и тогда будет соответствующий эффект. Премьер-министр ознакомился с работой филиала «Столин за год промторг». Столинского района побывал в цехах открытого акционерного общества «Горынский агрокомбинат». Бывший консервный завод находится сегодня в начальной стадии банкротства. Заслушав доклады руководства предприятий и отрасли о путях выхода и сложной экономической ситуации, Михаил Мясникович пообещал направить сюда инвестиции с тем, чтобы установить здесь современное технологическое оборудование. В настоящий момент в цехах уже работают две современные линии. предприятия консервируют огурцы и востребованы на рынке продаж зеленых горошек. Сырья, как известно, на столичине хватает. А вот с его переработкой до сих пор были проблемы. Приняли решение для того, чтобы дать сюда определенные инвестиции и, безусловно, поставить более современные технологические линии, для того, чтобы была эффективная экономика этого предприятия. Ну, вот так вот замахиваться, нам надо 60 или больше миллиардов и так далее. У тех, кто дает эти деньги или, по крайней мере, подписывается под этими деньгами, возникает сомнение дать такие большие средства, а насколько эффективно они будут использованы. Поэтому надо показывать конкретные технологические процессы, конкретные линии. Это и меньше риски. И это сразу будет давать определенную прибыль, что позволит предприятию выходить из такой вот, ну, будем говорить, тяжелой ситуации, когда в бухгалтерском балансе стоят одни минусы. Среди вопросов, которые затронул Михаил Мясникович, была подготовка кадров для агропромышленного комплекса. А пока нужны люди, умеющие работать по современным технологиям. По его мнению, это не обязательно должны быть выпускники вузов. Михаил Мясникович предложил серьезнее подходить к подготовке и проведению обучающих семинаров. Конечно, напомнил о том, что руководителям необходимо вести грамотную политику, на каком бы уровне руководитель не находился. Ответственность отдельного чиновника плюс ответственность всех будет равняться созданию среды, в которой сможет процветать общество. Нечеткие напряженные требования, иногда исходящие от руководителей, подрывают качество общения с людьми и снижают уровень доверия. Вот это напряжение, которое наверху, оно не доходит до низа. И по-прежнему мирятся и с плохими условиями организации труда, и где-то излишняя численность, и недостаточная требовательность. Да, есть объективные трудности, но для этого и руководители, для этого и структуры соответствующие, для того, чтобы мобилизовать кадры на работу в реальных условиях, мгновенно ничего не изменится. Но надо ставить перед собой цели и последовательно, системно работать над достижением этих целей.